Сельчан поздравили председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков и заместитель губернатора Круганской области, директор Департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Нияз Юсупов. Он много лет возглавлял Сафакулевский район и рассказал, что попыток провести водопровод в Мартыновку было сделано немало, однако все они ограничивались дефицитом бюджета. Благодаря Виктору Зубкову финансирование работ взяли на себя инвесторы, и вода пришла в село буквально за месяц. В жизни нашего села Пумартыновка происходит знаменательное, запоминающее, уникальное, историческое событие. К нам пришла чистая педевая вода. Это несоизмеримый ни с чем проект, реализованный под непосредственным руководством и при участии нашего уважаемого Зубкова Виктора Алексеевича. О том, что вместе с питьевой водой в Мартыновку пришла и надежда на возрождение села, не сдерживая радостных эмоций и волнения, говорили и сами жители. Конечно, мы, государство, должны больше внимания уделять, особенно социальным вопросам. Это и жилье, это и водоснабжение, это и газификация, и, конечно, производство. Все же почти 500 человек людей живет. Большое, большое село. Люди, значит, здесь держатся и будут держаться, потому что сейчас воду проведем, газ проведем до конца года. Потом подумаем, может быть, какое-то здесь производство организовать, чтобы молодежь могла оставаться здесь и работать. Вот так и жизнь будет продолжаться. Теперь жителей Мартыновки ждет еще один сюрприз от «Газпрома». В ближайшее время в село проведут газ. В планах Виктора Зубкова дальнейшая совместная работа с главой региона по газификации Курганской области. Надо вместе с руководством области на этом направлении нам очень хорошо поработать. Я думаю, что, может быть, запланирую себе где-то в октябре, в ноябре приехать в Курган. Ну и там вместе с руководством области обсудить те проблемы, вопросы, которые есть вот в этом направлении по части газификации. Ну и, конечно, развитие экономики. Василий Малухин, Виталий Грызлов, Михаил Саркалетов, информационное агентство «Курганрук».